Многие боятся что-либо делать, что-либо высказывать. И только я выхожу на площадь, то ли слишком смелый, то ли слишком глупый. 27-го числа я вышел в одиночный пикет, который сотрудники полиции назвали митингом. С интересной формулировкой, что я представлял особую угрозу для общественного порядка, стоя с плакатом «За мирное небо» Дон Софией. Я встал на площади в том проходе, убедившись, что возле меня нет других одиночных пикетчиков, я начал свою мирную акцию антивоенную. Городище! Черкасская область! Встал с плакатом «Развернул на земле» надпись «За мирное небо» Дон София, а сам в это время начал перечислять города Украины. Меня задержали где-то на букве «К». Киев я не успел упомянуть. На каком словаре? Я отправляю, если канал производства. Я сидел без связи с миром. Как новости на выходе? Прямо перед выходом мне сказали, что называть нельзя войной. Явно уже начинается какой-то из опов язык, для того, чтобы просто снова не оказаться в спецприемнике. Новояс, Министерство правды и все такое в этом духе. Я знаю многих людей из Украины. Они сейчас либо уехали далеко от своих городов, чтобы не попасть под шальную пулю, либо сидят в бомбоубежищах. И просто зная это, я в данном случае не мог молчать. Много моих друзей уехало. Некоторые из новгородцев тоже собираются уезжать, моих знакомых. Честно говоря, я планирую, что если что-то начнет сильно меняться в худшую сторону, переехать в Латвию или Эстонию, но не так далеко. Пока самое страшное, что мне может грозить, это до 30 суток в спецприемнике, что не является прям страшным чем-то страшным. Мне в руки попал сборник статей знаменитого новгородского реставратора, архитектора Штендера. У наших городов, именно Новгорода и Киева, есть какая-то глубокая историческая связь. И то, как люди сейчас желают абсолютно такому же русскоговорящему народу, мне кажется возмутительным. Абсолютно как-то даже бесчеловечным. Редактор субтитров А.Семкин